Самым удобным препаратом будет вот этот вот пластырь с фентанилом. Но не все дети будут, ну не у всех детей, возможно, будет наклеить пластырь. Не все поймут, но вот для опытных врачей эта информация жизненно важна. Введение дневника боли, как рассчитать дозировку и какое обезболивающее для пациента выбрать, разновидность шкалы оценок боли и необычные примеры из личного опыта спикеров. Семинар охватывает все тонкости и детали. В Ингушетии по расчетам, которые дает Минздрав, минимально должно быть 300 детей. Научаются и 300 детей как минимум нуждаются в палеоативной помощи. В основном это дети с неврологической патологией, с генетическими заболеваниями. Частое заблуждение, что в детской палеоативной помощи больше нуждаются пациенты с последней стадией рака. Таких детей, которым требуется специализированное лечение, всего 10-20%. Семинар поможет и тем врачам, которые работают с неврологическими заболеваниями, хронической дыхательной недостаточностью или сахарным диабетом. Ухаживать за таким угасающим ребенком – непосильная ноша. Когда ребенок тяжело или смертельно болен, страдает, получается, психологически, и даже социальная нагрузка ложится на всех членов семьи, включая бабушек, дедушек, братьев, сестричек. За жизнь маленьких пациентов борются, несмотря ни на какие диагнозы и прогнозы. Палеоативная помощь избавляет не только от боли и тяжелых симптомов заболевания, но и помогает психологически. Порой доброе слово и внимание лечат так же эффективно, как и препараты. Психолог, например, он должен работать, уметь с ребенком и маленьким, и 18-летним подростком, например, у которого уже свои вопросы. И, конечно, детская палеоативная помощь должна оказываться в основном на дому. Это тоже очень важный момент, потому что ребенок, нуждающийся в палеоативной помощи, он живет долго, годами, он может перейти во взрослый возраст. И поэтому помощь надо принести домой. В Ингушетии есть лишь одна группа медиков, которая оказывает палеоативное лечение. Но их нужно создать еще три, заявляет руководитель благотворительного фонда «Детский палеоатив». К слову, проект стартовал в 2013-м. Такой семинар в республике проводят уже во второй раз. В роли слушателей – специалисты стационарных и амбулаторных медучреждений региона, сотрудники Троицкого детского дома-интерната. Детский палеоативных медучреждений региона, сотрудники Троицкого детского дома-интерната. Практически применимы все рекомендации. То есть не просто вот так вот сухо послушал и забыл. Они вполне жизненные. И самое главное, что мы можем помочь детям на своем уровне, на уровне просто врача на участке. Благотворительный фонд также бесплатно выделил большую библиотеку. Литературу выдают как родителям, так и непосредственно врачам. Хава Газикова, Адам Далаков. Новости 24.